Шашки мать шахмат и мать достойная Эммануил Ласкер Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры Сегодня мы с вами рассмотрим интересное окончание партии, которую сыграли в 1900 году Второй чемпион мира по шахматам Эммануил Ласкер И первый чемпион Российской империи по шашкам Фёдор Альбертович Каулен В одной из шашечных книг мне удалось найти фрагмент из партии, которую играли белыми Второй чемпион мира по шахматам Эммануил Ласкер Черными, один из первых чемпионов Российской империи по шашкам Фёдор Альбертович Каулен У которого было прозвище «Шашечный король Москвы», так как он жил в Москве И также мне удалось найти интересную вырезку из газеты «Новости дня» от 19 августа 1900 года В архиве чемпиона мира есть ничья с шашечным королем Москвы Кауленом И хотя москвич быстро получил преимущество и пришел на дамочное поле Именитому гостю все же удалось отыскать остроумный ход и спасти партию Вот такое положение создалось в знаменитой партии Ласкер-Каулен Ход белых Кажется, что поражение белых неизбежно, но белые могут форсировать очень красивую ничью Поставьте видео на паузу и попытайтесь найти ничью за белых Эммануил Ласкер пожертвовал шашку Черные побили Ну и кажется, что все равно поражение неизбежно То есть следующим ходом Черная дамка займет большую дорогу Затем черные проведут все три шашки в дамке и легко победят Но Эммануил Ласкер красиво побил именно на поле Ф4 И выясняется, что ничья избежна То есть черные не могут сдвинуть дамку Поэтому им приходится ставить дамку на поле Е1 Тогда белые занимают большую дорогу И это только ничья Мне стало интересно, из какого же положения возникла данная позиция При ходе черных И я пришел к выводу, что она возникла вот именно из такого положения При остальных рисунках на доске черные довольно-таки технично и быстро могли победить А вот в этом положении черные могли действительно ошибиться и сходить ЕДА-2 Этот ход ведет лишь к ничьей, как мы уже убедились с вами Но, друзья, в этой позиции у черных, оказывается, есть очень красивый выигрыш Можете поставить видео на паузу и попытаться обыграть второго чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера Ну, во-первых, мы уже выяснили, что ход ЕДА-2 ведет лишь к ничьей Также не выигрывает жертва ЕДА-4 Если белые побьют на H2, то это ложный след Получается, что черные действительно выигрывают Они играют ЕF2 и побеждают То есть белым надо нападать Тогда черные закрываются И видите, дамка связывает две шашки черных И белые вроде бы начинают вести свою шашку в дамке Но черные обрезают белых по большой дороге И вынуждают дамку белых сходить на поле H2 Тогда черные ставят дамку на поле G1 Проводят третью шашку в дамке Строят боевую позицию и побеждают Кто не знает, как строить боевую позицию Подсказку оставлю в верхнем правом углу Но все-таки после жертвы ЕДА-4 Белые могли красиво достичь ничьей Для этого надо было побить на поле именно G3 H2 мы уже выяснили, проигрывает И это только ничья То есть черные вроде бы атакуют ЕДА-2 играют Тогда мы связываем шашки черных И начинаем вести вторую шашку в дамке Черные препятствуют этому маневру То есть загоняют дамку на F8 И вынуждают нас сдвинуть нашу дамку Но мы все-таки благополучно достигаем ничьей Уходим на поле G3 И у черных есть два ответа Либо ставить дамку на C1 Либо играть CB2 Рассмотрим оба варианта Если черные играют CB2 Тогда белые точно нападают с поля Е5 И выясняется, что это ничья То есть черные вынуждены занять большую дорогу Иначе это ничья Тогда белые нападают с поля F4 И благополучно достигают ничьей Если же черные в этой позиции Ставят дамку на поле C1 Тогда снова нападаем с поля Е5 Черные вынуждены закрыться Нельзя уступать большую дорогу И тогда белые уходят Либо на поле H2 Либо на B8 Тут без разницы Вы видите Если черные сыграют на поле D2 Тогда мы снова сыграем на поле F4 И разменяем шашки Поэтому это ничья Если же черные, допустим, уходят на поле C1 То будет ничья повторением ходов То есть нападаем с поля Е5 Черные снова уходят на поле B2 И снова возвращаемся на поле H2 То есть тоже чисто шахматный прием Так называемый вечный шаг Если же черные уходят на поле A1 Тогда здесь надо сделать точный ход Сыграть на поле F4 И эта позиция снова повторяется То есть черные играют на B2 Мы на H2 И вот такой своеобразный вечный шаг А где же все-таки выигрыш, спросите вы А выигрыш был после очень тонкого И неочевидного хода Дамкой на поле D2 Теперь белым надо нападать На шашку Е3 Тогда черные закрываются Белые снова нападают Ну и кажется ничья не за горами Но здесь у черных есть даже два выигрыша Можно сыграть дамкой на поле A5 И можно сыграть FG3 К сожалению, вот есть два варианта выигрыша Иначе это был бы вообще этюд То есть если мы играем на G3 Тогда белые бьют шашку На H2 И тогда мы уже сыграем Е2 Белым надо нападать Связать шашки черных Но эту позицию мы уже выиграли Это окончание выигранное То есть у белых единственный ход HG5 Тогда мы обрезаем белых по большой дороге Ну и на ход G6 играем, допустим, на H8 Черные Белые вынуждены сдвинуть свою дамку Тогда мы ставим дамку на поле G1 И выигрываем с помощью боевой позиции Чемпион США Фрэнк Маршалл Шашки очень трудны Память много помогает игре И шашки, в свою очередь, помогают развитию памяти Один из величайших шахматных стратегов всех времен Гроссмейстер Акиба Рубинштейн Мое мнение о шашечной игре Насколько я могу судить Экономия средств в шашечных комбинациях Способна вызвать восхищение Савелий Тартаковер Один из сильнейших шахматных гроссмейстеров Начала 20 века Шашки ужасно трудны Вот и все, что я могу сказать о них Савелий Тартаковер